Вы нашли какую-то интересную тему для WordPress и обнаружили, что на фронтальной части многие строки не переведены на русский язык. Например, ответить в комментариях на английском языке, эдит редактировать и другие фразы. Что делать? Нам тема нравится, но она не на русском языке. Есть универсальное решение, плагин LocoTranslate, с помощью которого очень легко на лету мы можем переводить темы плагина. Меня зовут Федор Васильев и давайте рассмотрим данный плагин. Переходим в админку нашего сайта WordPress, переходим к плагину «Добавить новый». В поле поиска просто можете написать по-английски «Loco», как это сделал я. И самый первый, вот здесь вот его логотип, LocoTranslate. Нажимаем «Установить» и «Активировать». После активации плагин занимает в админке WordPress в сайт-баре свою позицию. Вот он, переводчик Loco. Мы наводим мышь, и здесь есть еще выпадающий список, так как нам, например, нужно перевести тему, мы переходим в «Тему». Находим нашу тему. В данный момент я использую тему «MusicPlay», вот она называется здесь. Я по ней кликаю. Далее мы нажимаем с вами «New Language». «WordPress Language», то есть язык WordPress у нас русский. Далее нам нужно выбрать, где будет храниться файл локализации, то есть это файл ru.po. Я выбираю, ставлю точку и путь «Themes MusicPlay Language». То есть именно в папке «Мои темы», который я использую на WordPress, я выбираю путь. То есть здесь ситуация такая, когда мы здесь все переведем. Плагин мы сможем удалить, «LocoTranslate». Он нам будет не нужен, чтобы не нагромождать сайт, но файлы локализации не исчезнут. И шаблон, то, что вы переведете, будет переведено, это останется. После этих изменений мы с вами нажимаем на кнопку вот здесь вот «Start». И давайте попробуем что-нибудь перевести. Во-первых, мы сразу вот здесь вот видим все строки, которые доступны к переводу. Не на всех шаблонах, не на всех плагинах этот плагин подойдет. Все зависит от того, как разработчик сделал эту тему. То есть дал ли он возможность переводить эту тему. То есть есть такие темы, которые просто так не переведешь, и никакие плагины не помогут, если разработчик, по сути, так накосячил, не постарался, не сделал специально возможность, чтобы вот так вот можно было переводить. То есть вы должны это понимать. Мы можем просто здесь из списка, так как это наша тема, наш шаблон, просто вот кликать мышкой. Здесь английский вариант. Если вы английский не знаете, вы просто копируете вот эту английскую фразу, вставляете в Google Translate, в переводчик Google. Берете перевод на русском, вставляете вот здесь в поле ниже, и нажимаете кнопку вот здесь вот «Save». Обновляйте сайт, смотрим. И давайте в реале проверим. Например, проверим, есть ли вот такая фраза. То есть я знаю уже наперед, что в этом шаблоне MusicPlay не все фразы также есть в переводе. То есть разработчик не все, не все английские слова, ввел в специальный файл, который возможно вот так вот перевести. Давайте проверим. То есть вот здесь есть поле поиска, мы вставляем нужную фразу, которую нужно перевести. Сразу видим, мы ее здесь находим, значит она доступна для перевода. Если вы вот здесь вот вбиваете какую-то фразу с вашего шаблона, и здесь ничего нет, и подсвечивается поле красной рамкой, значит вы не сможете это так просто перевести. Значит этот перевод где-то зарыт в коде шаблона. То есть это надо уже будет ковырять все файлы шаблона, и там искать перевод. То есть это даже не файл локализации будет. Далее мы кликаем по этой фразе. Я, например, не знаю как это переводить, а это копирую. Перешел в Google, просто вбил в поиски Google, Google переводчик. Можно перевести вот таким образом. Оставьте ответ. Вы можете это как-то по-другому назвать, по-русски, да, если вам не нравится этот перевод машины. Главное понять смысл здесь, что эта фраза значит. Далее здесь вот в поле поиска ниже я проставляю данные. Ответ. И вот здесь вот загорается кнопка Save. Мы нажимаем Сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Смотрим, что у нас здесь все перевелось. Давайте еще что-то попробуем. Вот Submit на кнопке Отправить. Давайте попробуем в поле поиска это написать. Вот у меня подсвечивается Submit, я это выделяю. Здесь я пишу, например, Отправить. Любое слово, да, то, что будет на кнопке, когда человек нажимает Оставить комментарий. Нажимаю Save. Обновляюсь. И вы видите, что на кнопке слово поменялось, вот, Отправить. По-русски написано. Таким образом, если шаблон хороший, вы сможете практически все перевести, все нужные строки, которые вам необходимы. Или изменить какие-то строки на свои. Теперь, если мы зайдем в Music Play, да, мы здесь можем видеть процент перевода на русский, вот, видите, 0,2. То есть мы можем, например, потратили вечер, перевели строки, это вообще кропотливое дело, много времени может занимать. Вернулись в другой день, чтобы продолжить переводить. Мы просто здесь нажимаем Edit, редактировать, и продолжаем переводить весь шаблон. Вы можете просто вот так выделять, как я уже говорил, каждую фразу, это все фразы этого шаблона, их вон целая куча, и все здесь переводить. А внизу вот будут переведенные строки. И давайте вам покажу плагины, что все работает, когда плагин отключен. Вот он, переводчик, нажимаю деактивировать, то есть плагин больше не функционирует. Обновляем сайт, и вы видите, что строки на русском языке, то есть язык остается в шаблоне. Вот такой вот полезный урок. На этом он закончен, и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.